Киров захватила волна новых мошенничеств на рынке краткосрочной аренды недвижимости. Причем пострадавшими становятся и те, кто сдает квартиры, и туристы, которые хотят снять жилье. Дмитрий Сергеев о схемах жуликов. Схема первая. Владельцу квартиры звонит человек, представляется туристом. Говорит, что в восторге от предложения, готов снять жилье и очень хочет внести предоплату. Для этого просит сообщить реквизиты банковской карты. И после чего деньги на счет не поступают, а наоборот пропадает все, что накоплено. Только заявленный в полицию ущерб составил 150 тысяч рублей. Вся схема хищения основана на том, чтобы выманить у человека, получить информацию о банковских картах, о паролях и все. То есть не будет, если сам человек не расскажет или не передаст кому-то соответствующие сведения, они не будут похищены. И деньги останутся в ценности и сохранности. Схема вторая. Якобы владелец размещает объявление о сдаче своего жилья. Через интернет даже предоставляет желающим снять квартиру с конкопии документов о праве собственности. Жулик просит предоплату и получает ее. Когда туристы приезжают в Кировск и приходят по указанному адресу, выясняется. Жилье принадлежит совсем другим людям. А то и вовсе. Такой квартиры не существует. С начала года в полицию Кировска поступило уже пять заявлений о таких преступлениях. Потери туристов составили от 4 до 11 тысяч рублей. За пять минут изучения одного популярного сайта я нашел сразу несколько объявлений от одного и того же человека. Указано, что это лицо на сайте всего несколько дней. На специальном интернет-сервисе я проверил, где зарегистрирован телефонный номер. Оказалось, в Омской области. Конечно, теоретически обладатель сибирской сим-карты может владеть сразу несколькими квартирами в Кировске. Но очень подозрительно. В общем, и гостям Кировска, и его жителям надо быть бдительными. И лучше иметь дело с официальными агентствами недвижимости. Это гарантия того, что вы не станете жертвой мошенников. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.